МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Константин Каргальцев, заводчик-фелинолог. Здравствуйте, Константин. Давайте представим ещё одного участника нашей беседы. Кто сегодня с вами пришёл? С нами пришёл наш юниор, наш любимый пушистый белый бегемотик, которого зовут Альт. Расскажите, пожалуйста, о том, как вообще вы стали заводчиком, почему появилось желание заниматься именно этим делом, и в чём его суть? Желание появилось достаточно спонтанно. Кошки в моей жизни были всегда, я всегда их любил, они всегда были где-то рядом. Но, знаете, как хобби, иногда я переставлю профессиональную деятельность, так и получилось со мной. Когда появились первые кошки высоких породных качеств, началось изучение, как же правильно их воспитывать, как правильно с ними обращаться, как правильно выставлять. Пошли первые выставки, это затянуло, и дальше уже я получил образование заводчика-фелинолога. Ну и, соответственно, был открыт питомник, и уже началась профессиональная деятельность. – Константин, вот многие считают, что заводчик – это человек, который настроен исключительно на получение потомства и его продажу. Я так понимаю, всё-таки это не совсем верно. Чем же занимаются заводчики? – Это совсем не так. Знаете, таких называют разведенцы, которым надо получить потомство, продать его побольше, подороже, или как получится. Заводчики работают над усовершенствованием породных качеств. На каждое животное, на каждую породу есть стандарт. Стандарт описывает, как в идеале должно выглядеть животное. Но все мы знаем, что ничего идеального в нашем мире нет. Поэтому стандарт опускает некоторые отклонения. Вот, допустим, у британцев описывают круглая голова. Ну, понятно, что круглого шарика мы не добьёмся никогда, никуда не исчезнут у нас уши, нос, идеально круглой головы не будет. Но, тем не менее, заводчики работают над тем, чтобы это было максимально мягкие, плавные черты, которые соответствуют описанию стандарта. И так заводчики работают над всем направлением деятельности. Это всё, что описывается стандартом. Тип, каждая часть тела описывается, как она должна быть у животного. Качество шерсти, цвет шерсти, соответствие цвета глаз, цвету шерсти. Вот, над тем, чтобы улучшать породные качества животных, над тем, чтобы сохранять и улучшать их здоровье, вот, а также психику, над этим и работают настоящие заводчики. Я так понимаю, что перед вами в какой-то определённый момент встал вопрос, какой именно породой заниматься? Нет, никогда не стоял вопрос. Вы знаете, вот я думаю, если я задам вам вопрос, что вы помните из своего детства, самое такое достаточно тёплое воспоминание, вы обязательно в своих перечислениях вспомните какую-нибудь плюшевую мягкую игрушку. Наверняка была какая-нибудь любимая. Ну, практически у каждого ребёнка, когда он был маленький, в 90% случаев был плюшевый мишка. У вас был плюшевый мишк? Пожалуй, что нет. Не было плюшевого мишки? Нет, мишки не было. Ну, не знаю, у меня был плюшевый мишка. У меня была обезьяна. Плюшевая? Плюшевая обезьяна, да. Ну вот, нашли, нашли нужную ассоциацию. Вот, поэтому британцы, они ассоциируются именно с этой плюшевой мягкой игрушкой. Вот это их кукольная внешность, круглая такая вся, их шерсть с плотной двойной текстурой, которая на ощупь напоминает плюш. Поэтому, вот, какие-то такие детские воспоминания, которые грели всегда душу, и, мне кажется, почти каждому взрослому иногда хочется побыть ребёнком, вот эти животные, они помогают вернуться в детство, ощутить это впечатление, ощущение своё. Помимо вот такой невероятной внешности, у британцев, по-моему, ещё достаточно мягкий характер. Да, это действительно так. Ну, здесь можно говорить о многом, почему так сложилось именно, что это присуще этой породе. Ну, скажем так, что с этой породой заводчики профессиональные работают более 100 лет. Соответственно, это одна из первых пород, с которой начали профессионально работать заводчики-фелинологи. Соответственно, за такой большой промежуток времени они успели поработать не только с внешними данными, добиться того, как они хотели, чтобы выгодила эта порода, но и поработать с психикой. Были отобраны животные самой стабильной психикой, которые будут себя комфортно чувствовать с детьми в обращении, с владельцами, с другими животными. Вот, поэтому эти животные, да, они обладают очень таким подходящим характером не только для семьи с детьми, да, но и, как иногда говорят, что это животное бизнесмена, которого час не бывает дома, который отсутствует, и это животное себя чувствует достаточно комфортно, если хозяина долгое время нет дома. Оно спокойное, уверенное, ну и как многие кошки-то 20 часов в сутки могут спать, если никого нет рядом. Ну вот сегодня мы видим у очень красивого представителя этой породы вот такой необычный окрас. Он характерен для породы или это какой-то определенный вид? Это не совсем традиционный окрас. У британцев есть, скажем так, классический окрас, который насчитывает уже не один десяток и даже, можно сказать, сотню лет. Изначальные окрасы, которые были в этой породе. Перед нами мальчишка, такой робкий, робкий мальчишка, окраса серебро. Это окрас достаточно новый в этой породе. Ну, за 100 лет, более 100 лет работы заводчиков с данной породой, когда они улучшили до нужного качества все, что можно было улучшить, соответственно, появилось желание прилить какие-то новые окрасы. Так вот британцам прилили с помощью других пород, сохранив при этом все их качества породные, новый окрас, который он повернулся своей попой, красивой, толстой, чтобы показать нам во всей своей красоте окрас, который называется серебро. Что характерно для этого окраса? Вот какую кошку, какого цвета вы перед собой видите? Что-то... Интересно. На самом деле это кошка черная. Черная. Да, генетически это кошка черная. Но об этом нам говорят только макияж на мордочке. Мы видим обводки слизистых, носик и лапы, 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 черная кожа лап. На самом деле это кошка черная. Но гены так работают, что они высветляют шерсть от самого основания практически до конца в абсолютно белый, чистейший белый-белый цвет. И только кончик каждой волосинки, ости, окрашен в черный цвет. Вот такой интересный окрас, который называется серебро. А цвет глаз? Цвет глаз. Для этого окраса в стандарте прописан зеленый цвет глаз. Любого оттенка допускается зелень. Ну и перед нами юниор. Он недавно перешел в этот класс из котят. Ему 6 месяцев. Вот это маленько-маленько мы всем покажем. Но не такой уж он и маленький. Он будет намного больше. Конечно. Мы очень надеемся, что он вырастет в большого-большого красивого бегемота. Ведь в стандарте написано, что британец – это животное среднего-крупного размера. Поэтому, да, ты будешь крупного размера. Скажи нам. Ну, по всей видимости, да. Мы надеемся на это. Расскажите о ваших успехах в выставочной деятельности. Ну, этот ребенок остался с нами от нашего помета. То есть это животное нашего разведения, от нашей кошки. Мы не смогли с ним расстаться, потому что очень полюбили его за его хороший характер, который нам очень нравится. Ну и также, естественно, за его породные данные. То есть это животное, которое максимально отвечает требованию стандарта. Вот сейчас, конечно, животное в развитии. Британец формируется к 2-3 годам. Только после этого мы можем сказать, что вот это настоящий британец, как он написан в стандарте. До этого животное развивается. Сейчас у него выросла попа, голова еще у нас не до конца выросла. То есть тянется, да. Он тянется, перецветают глаза. То есть та замечательная изумрудная зелень, которая прописана в стандарте, сейчас настолько начинает появляться. У котят при рождении глаза серо-синего цвета. И с возрастом они перецветают уже в тот цвет, который у них будет на протяжении всей жизни. Но вот этот ребенок наш замечательный, которого мы очень любим, который любит нас. Наша звездочка юная в питомнике. На последней выставке, которая проходила в Рязани, называлась «На весенней заматрины», он выиграл все, что только можно было выиграть на этой выставке. Он стал лучшим молодым животным из всех представленных на выставке. Он стал лучшим в пародии. И для котенка стать лучшим в пародии – это очень престижно. Потому что, представьте, он соревнуется уже с взрослыми, сформировавшимися животными. И поэтому в сравнении с ними, конечно, если выигрывает котенок, это престижно. Но и также он стал лучшим котенком в выставке. Редактор субтитров А.Семкин